Всем привет! Интересные события происходят за океаном. Министерство юстиции США уже официально заявило о том, что идет следствие против Коломойского, о том, что украдены из приватбанка миллиарды долларов, 5,5 миллиардов долларов, о том, что часть этих средств пошла на закупку недвижимости в США, отмывка денег происходила через США, через американскую недвижимость. Министерство уже требует конфисковать часть первой объекта этой недвижимости общей стоимостью 70 миллионов долларов. Вот вам вся картина. А помните, как еще недавно нам рассказывали всякие разные о том, что все неправильно, там не так национализировали приватбанк, и не было там никакого воровства, ай-яй-яй. Ну все, друзья, Министерство США, это не Украина, это не кто-то, говорит нам, что все есть, все было, деньги ворованные, деньги вкладывались, какие-то баснословные деньги вкладывались в недвижимость в Штатах. Вот, даже Кирюша все понятно, он улыбается, и тому, что здесь все очевидно, как дважды два. Какие есть варианты? Ну, смотрите, что будет делать сам Игорь Валерьевич? У него, конечно, большие проблемы. Он, с одной стороны, превратил Украину в республику Бенин через своего президента, или Бенесуэлу такую себе тут сделал, но, видите, США еще ему не подвластна. Конечно, можно открыть телеграм-каналы по США, начать работать, или пойдут программы на 1 плюс 1 и разоблачительные сюжеты, не понятно, кого разоблачать. В общем, не совсем ясно. Может быть, вмешаться в выборы в США и избрать там своего какого-то артиста президентом. Боюсь, что не выйдет этот номер. В общем, проблемы у Игоря Валерьевича, он думает, Чапай думать будет. Второе просто, что делать Зеленскому? Там дело в том, что из этих денег 41 миллион долларов попал на счета квартал 95. То есть там свой носик окунул и Владимир Александрович Зеленский. Это такая смертельная любовь между Зе и Бе. Вот они вместе там чуть-чуть из этом подмучивал, и 41 миллион долларов получил. Поэтому теперь у него два варианта. Либо бороться и выгораживать своего подельника. Ну, тогда проблемы, испорченные отношения с США, ну, вообще проблемы будут только нарастать. Или сдать подельника США. Ну, тогда один плюс один вспомнит, и, наверное, все. И об эпохе кумовства, и бедности. И, ну, вы знаете, там есть что рассказать, поэтому понесется. Ну, или как-то будет петлять. Ну, вот посмотрим, что он будет делать. Я, конечно, ставлю на третий вариант. Он такой петлял, а так себе. Ну, посмотрим, как у него это будет получаться. В общем, вот такая картина. Хочу, прошу вас, друзья, пожалуйста, шерьте это видео. Пусть это видео посмотрят ваши друзья и знакомые, которым промывали мозги, рассказывали, что все неправильно был национализирован Приватбанк. Оказывается, это было спасение для страны. К которым рассказывали, что Зеленский идет, чтобы закончить эпоху бедности. Да, закончить эпоху бедности. Для себя и для Бени. И для своих друзей. Вот для кого. 41 миллион долларов на его счетах. Что-то из этого превратилось в виллу в Италии. Сестра директора фирмы, на которой оформлена фирма, уже глава антимонопольного комитета. Что-то в квартиру в Лондоне. И прочие наши активы, нашего бедного, бедного Зе. Шерьте видео, люди должны знать правду. Держим строй. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!